всем чербе дорогие друзья нахожусь сейчас в микро отпуске на природе но все равно продолжаю пилить для вас видосики взял несколько ножей с собой для обзоров нет это не нет прям рабочие которыми мы колбаску режем паштетик намазываем на хлебушек моя мора очень старая еще надо сходить помыть только покушали вот посуду помыли ножи сам мою поэтому не будет здесь привычного фотофона с деревянным срубом или книгами но чем вот это не фотофон одним из ножей которые я взял сегодня на обзор это знаменитый киршо лик и хочется поговорить в целом о компании киршо потому что я любитель каких-то сравнений аллегорий философии что мне навевает какие какие-то ножи и может быть впечатление свои потому что сухие цифры сталька толщина клинка лайнеров вес и прочее есть абсолютно всех обзоров это можно просто прочитать в описании на сайте итак компания киршо лично для меня хотя я могу ошибаться это субъективное мнение ассоциируется именно с дизайнерскими такими fashion ножами это ножи с упором в дизайн если вы допустим посмотрите на ножи компании cool steel это ножи с упором в неубиваемость ломовитость но никак не в дизайн вы наверное понимаете о чем я если мы посмотрим на ножи серки ти это ножи с упором в оригинальные конструкторские решения понятное дело что все это может переплетаться я хотел снять превьюху вот так вот просто воткнуть его в дерево и сфотографировать и мне как-то немножко даже не по себе не хочется я бы call steel лузон с размаху воткнул бы в дерево а вот этот нож я уже пять раз подумаю прежде чем так сделать я понимаю что им я могу вскрыть какой-то конвертик посылочку на почте порезать бутербродики но чтобы просто его тогда же вот сейчас в стол воткнуть кажется что тонюсенький лайнер может не выдержать и этот нож ложится хотя это конечно не так но он создает впечатление повторюсь еще раз ножа который ну не является прям каким-то рабочим инструментом это джентльменский нож прямо вот полностью от начала и до конца и вроде бы как в 2002 году киршо лик что кстати переводится как лук порей очень интересно почему так кеноне он назвал свой нож но в целом окей порей так порей он задумывался именно как начала тенденции ножей небольших размеров до этого такие ножи были не в моде хотя честно я эту информацию просто прочитал в 2002 году я еще не увлекался ножами и даже намек на это не было поэтому проследить какую-то мировую тенденцию на живой моды я могу только с момента когда я стал в теме до 2013 года то есть 10 лет я уже в теме ножей я могу понять как как тенденция откуда она вылилась к чему она пришла но что было в 2002 еще 11 лет до моего влечения мне сложно судить ну вот по информации как бы тогда такой размер был в новинку но это знаете как с часовыми размерами на раньше были часы там в 50-х 60-х они были очень маленькие там чуть ли не 32 38 36 миллиметров мужские часы здоровая волосатая лапа и вот такие маленькие часики это считалось нормальным понят потом пошла тенденция к увеличению диаметра часов ну то же самое примерно происходило в ножах и вот этот нож который увидел свет в 2002 году но не конкретно этот это уже типа переиздание современное потому что их было выпущено очень много но он нес в себе немножко другую философию что интересно если вы зайдете на официальный сайт компании киршо то там написано что это самый популярный и самый продаваемый их нож и в целом это нож который сравним по популярности с баком 110 если я не ошибаюсь там написано но с этим я могу конечно могу поспорить но если сама компания заявляет что это прям вот все паровоз все всей конторы мой прошу прощения как допустим та же мура компаньонных у компании мора хотя он там паровозом считается outdoor 2000 который там самый продаваемый нож у муры в самых больших тиражах если киршо заявляет что у них это лик то он на самом деле это наверное моделька интересная есть на сайте невероятное количество модификаций с разными сталями но вот конкретно этот это 1660 о л стоит он 68 долларов это в принципе недорогой нож однако я считаю что ножи от 50 долларов и выше это уже разряд не просто инструментов как молоток там какой-нибудь долотой листоместка это уже ножи с какими-то конструкционными или дизайнерскими излишенствами в хорошем смысле этого слова то есть это не просто рабочий инструмент я у вас сталь 8 chrome 13 второпластовые шайбы и ручки из же 10 все инструменты иди строгай ветки вскрывай консервы все классно нет здесь уже есть что-то интересное о чем можно поговорить ну давайте смотреть на сам нож клинок здесь выполнен в форме ворн клифф я вот не знаю если и первые вот эти ножи в 2002 году были с такой формой клинка скорее всего так и было то на то время это достаточно интересное ну не побоюсь этого слова прямо революционное скорее всего решение потому что эта форма стала популярной и модной достаточно недавно она очень странная многие люди которые не увлекаются ножами привыкли клинок видеть примерно вот такой формы а здесь все с точностью до наоборот они не понимают для чего это нужно и как-то вот сразу так это нет нет от не нравится по дизайну странный какой-то у него странное лезвие но на самом-то деле вон клифф позволяет нам продлить эффективную длину режущей кромки при том что мы как бы жертвуем обухом да но обуха мы и не режем получается вот в таких ножах у нас верхняя часть ножа длинней а режущая часть короче здесь же все перевернули наоборот и в этом есть свой смысл также у этих ножей вот если мы что-то режем очень такой агрессивный кончик он здесь конечно тоненький и ни в коем случае нельзя им что-то ковырять или откручивать какие-нибудь болты саморезы этот нож сделан не для того вы можете откручивать болты саморезы каким-нибудь колл стил спартаном но вот этим ножом нет его больше можно носить в нагрудном кармане вашей рубашки скорее чем делать какие-то тяжелые работы здесь понятно написано что дизайн кена они у на запатентован и ножичек сделан в сша для любителей прям вот сша значит сша не не какой-то там китай это то что нужно ну опять же икона компании не может быть сделано в китае поэтому скорее всего компания так и поступает спуске здесь почти от обуха и более чем уверен что он будет отлично резать и присутствует небольшой шпенек этот шпенек здесь исключительно для того чтобы он служит служил стопорной вот такой вот бонкой 100 100 стопором который упирается собственно говоря в рукоять самого ножа и вот давайте покажу чтобы вы понимали да мы открываем здесь даже есть специальная выборка и стопорит клинок мне нравится то что металлические лайнеры они выходят даже вперед за алюминиевые вот эти плашки тем самым этот шпенек бьется не в алюминиевую плашку или там в g10 какой нибудь что может со временем разбивать по чуть-чуть до этот материал более мягкий и появятся какие-то люфты нет здесь можно за это не бояться то есть металл упирается в металл алюминиевые накладки зеленого цвета на клипса здесь достаточно большая и учитывая то что рукоять у ножа сама по себе как и сам нож небольших размеров то клипса вот когда мы его держим палец вот куда-то сюда у нас упирается и она принимает непосредственно участие в эргономике и хвате ножа вот так вот мы все это держим клипса является как бы таким элементом который позволяет нож держать более удобно и и можно перекрутить вот сюда на эту же сторону лайнер-лок установлен на ноже также металлические лайнеры но что странно они никак не высверлены и не облегчены хотя ножичек такой до легкий джентльменский и либо вообще как вот современная тенденция алюминиевая ручка там с одной стороны без металлического лайнера а здесь уже идет стальной лайнер с каким-нибудь фрейм локом но это уже более современная тенденция учитывая то что это нож придумывался в 2002 году конструкция такая немного архаичная можно даже так сказать что здесь металлические лайнеры дублированы алюминиевыми накладками даже с вот этой стороны где в принципе можно было просто утоншить скажем так нож не наставляя на него вот эту вот накладку он был гораздо более тонким но так почему-то не сделали ну тогда возможно так никто и не делал и интересный такой момент этого вот такой предохранитель который позволяет запирать клинок когда у вас нож в кармане чтобы у вас спидсейв случайно не открыл его достаточно тоже оригинальное простое интересное решение сам предохранитель вот здесь вот по моему пластиковый но вот этот вот болтик он металлический есть и млячное отверстие ну и сама по себе система спидсейв которые тоже много людей ее любят и хвалят много людей говорят что это лишняя пружинка в конструкции лишний какой-то элемент который опять же может сломаться хочу сказать что спидсейв вроде как на это это был один из первых ножей где он применился в компании киршо и он применяется по сей день у меня лично был коллекции нож киршо браулер 1990 и когда у вас вот эта система вы то и дело постоянно играете с этим ножом но это прикольно его складывать и все время раскладывать и когда у вас появляется какая-то свободная минутка где-то вы им начинаете вот так вот играться и сколько бы я им не игрался то пружинка не лопнула все с ней хорошо и потом через какое-то время я этим ножом пользовался носил его на кармане потом ее продал другому человеку и и он еще им пользуется наверное до сих пор но есть информация в интернете что эти пружинки лопаются но это случается крайне редко поэтому в целом в целом если у вас ножик постоянно вот какой-то работе то есть вам нужно быстро что-то достать отрезать и убрать в карман вы тратите лишнее время скажем так вот с таким опинелем когда начинаете выковыривать этот клинок запирать замок то есть это секунды но когда вы делаете такие действия постоянно то есть эти секунды уже потом превращаются в минуты поэтому в целом это довольно удобное и интересное решение вот такие дела друзья проткните ваш императорский лайк он не сказал про сталь по моему да здесь сэндвик 14c28n это шведская сталь это не порошок не сказать что она какая-то супер крутая однако обычная рабочая сталь для ножа такой ценовой категории вроде все сказал друзья проткните императорский лайк если вы этого еще не сделали вам не сложно мне приятно а с вами был еще разок увидимся по кеда